У нас премьера фильма, который я с одной стороны снимал последние несколько лет, с другой стороны, семена этого фильма родились, вернее были посеяны у меня в 1980 году, когда я, будучи молодым аспирантом, Институт философии впервые прочитал первые четыре томаса из датарских переводов Костонеты, которые сделал Вася Максимов, легендарный человек тогдашнего трансперсонального подполья. Dear friends, today we have world premiere of my new film, The Secret of Carlos Костонета. From one point of view, I worked on this film for the last several years, but from another point of view, the seats for the film was put in my soul, so to say, in 1980, when I first time read underground translation of first folk Костонета books, made by legendary translator Василий Максимов. By the way, Василий Максимов was a teacher of many transpersonally oriented people, like Victor Pelevin and many others. Он был учительом многих российских трансперсоналистов, я имею в виду Василий Максимов. И книг Костонеты повлияли и на меня в юности, и на миллионы других людей, и помогли им начать их поиск в жизни. Я помню, какое в моей жизни было событие читать «Путешествия в Экстлен», «Сказки о Силе», «Учение Дунахуана», «Ингейцы племени Яки». И мне страшно повезло встретиться с «Путешествия в Экстлен». с людьми, которые лично знали Карлоса Костонета и были его близкими учениками. Они были учениками Костонеты на протяжении 10-15 лет. И мне повезло не только их найти, но и договориться с ними о встрече. И, что так же не было важно, как-то расположить их. Они доверились мне и рассказали очень важные вещи, о которых я подозревал, но нигде не было подтверждения этому. Но вот мой роман с Костонетой, вот такой же официальный, начался после того, как я подружился с легендарным киевским издательством «София». Ну, многие помнят, что в 90-е годы это было главное издательство, которое переводило и публиковало книги по эзотерике, магии. И они были, конечно, монополистами по Костонете, по многим другим авторам, включая, ну, иллюзии, например, Ричард Бах, да, и вот другие книжки Ричарда Баха. И я подружился с Инной Старых, с главным редактором этого издательства, с Юрием Смирновым, владельцем издательства. И вот из этой дружбы у нас родился такой проект «Миры Карлоса Костонеты». И мы там издали где-то десяток книг вот на эти разные темы. Я там подбирал, и Юра издавал, и они пользовались спросом книги по осознаваемым сновидениям, по шаманизму и так далее. So, I got a friendship with a legendary publisher from Kiev, Sophia Publishing House. And we started a series of books, «The World of Carlos Костонета», where we published more than 10 books about different aspects of Костонета teaching. And so, we suspect that a kind of behind Костонета was some very powerful dragon force, who moved him in his search of reality, of truth, all his life. And everybody can feel this force. Ну, мы подозревали, что вот силы, которые двигала Костонета в его поисках реальности, которые написал в саге о Донихуане, это что-то очень важное, аутентичное, настоящее. Коль скоро люди после чтения книги Костонета начинали свой собственный поиск. И, как мне кажется, мне удалось немножко открыть тайну в отношении вот этого главного, что двигало Костонете всю его жизнь. Мне удалось расспросить легендарного Майкла Харнера, выдающегося исследователя шаманизма в Соединенных Штатах, который, собственно говоря, и был тем человеком, который буквально заставил Костонета записывать все истории о Донихуане и помог издать первые три книги. Ну, и среди других героев, рассказывающих о Костонете, ну, тоже очень известные мастера, такие как Арни и Эмми Минделл, основатели процессуального подхода, Станислав Грох, основатель коллотропного дыхания и вообще всей трансферсиональной психологии. Поэтому вот та история, большая история о тайне Карлоса Костонета, это действительно, ну, некоторое приоткрытие, вот занавеса над большой-большой тайной. Это, конечно же, не вся тайна, и никто не может никакую рассказать жизнь другого человека, но все равно это какой-то шаг вперед, и, ну, вот некоторые факты, некоторые истории, которые вы узнаете, они были новыми и шоком для меня, я думаю, они будут новыми также и для всех вас. Вы узнаете что-то очень важное, и найдете подтверждение чему-то, что критиковалось, в чем были сомнения, а был ли Дюнхуан, а кто такой Лагорда, а что такое, на самом деле, искусство сталкинга или сновидений. И в этом фильме вы найдете подтверждение, что, конечно же, Костонета был гений, конечно же, он знал не только всю юридическую поэзию из подъязычной, не только мог изобразить любого человека в комическом плане, неутомимым рассказчиком, потрясающим писателем, которого сравнивают с гением Маркеса, Карлоса Буэндеса, Кулия Картасера, других создателей латиноамериканского магического реализма. Но он был еще и в высшем степени духовным человеком, вокруг которого, конечно же, было очень много трений, противоречий, люди тянулись к нему, он был известным, и всем хотелось получить знания, славу от него, и поэтому много очень противоречивых историй, конечно, о нем, о его окружении. И в фильме мы не скрываем ничего. В фильме нет вот такого однозначного представления, как какого-то великого пророка или учителя, или гениального писателя. Мы пытались представить все самое главное, что мы узнали от свидетелей. Потому что иначе тайну человека не понять. А мы хотим это понять. И я думаю, что этот фильм, в каком-то смысле фильм исследований, он поможет нам начать путь к движению тайны. И через Кастанет лучше понять себя, через наше увлечение Кастанетой. Таким образом, я объясню чуть-чуть в английском, что я сказал. Я не претендую, конечно, сказать всю историю о Кастанетой, чтобы открыть все секреты о его жизни. Но, наверное, открыть кортейль о его жизни, о его жизни, о его жизни. Таким образом, давайте начнем фильме. И мы можем потушить свет полностью вот этот? Скажите, пожалуйста. Потому что там иначе будет засветка мешать. Фильм длится час-пятнадцать минут. Фильм длится час-пятнадцать минут. Фильм длится час-пятнадцать минут. Это наш большой друг Жан Местерс из Барселоны. И многие другие, которые действительно помогли сделать это реальным. И которые свидетельствовали, рассказали своим опытом Станетой. Сегодня утром он пришел ко мне, вы видели некоторые дефекты еще в субтитрах, но просто не было времени, понимаете, вот, и поскольку я обещал, что я покажу этот фильм, то в таком виде, ну, английская версия более совершенная, те, кто понимает по-английски, смогли понять все, и кто по-русски. Ну вот, немножко там неточности есть еще не до конца в субтитрах, но я очень благодарен всем, всей своей команде, которая, ну, вообще, вы просто не представляете, как бы нечеловеческий труд был все перепахать, все, и в такое краткое время Сережа Баев, наш основной переводчик на этой конференции, ну, просто несколько дней, днем и ночью переводил вот диалоги из двух фильмов. Первый фильм сегодня мы посмотрели, и там через день будет второй фильм. Поэтому, конечно, я представляю эти фильмы, и, ну, я автор фильмов, я снял все диалоги, интервью все в этих фильмах там, и это тоже там моя мечта, но без помощи очень талантливых и очень приятных дел людей, это было, конечно же, невозможно. И это вот, вы видели, не так красиво, но, друзья, в их студии вся работа проходила, это, конечно же, Олеся Автукова, некоторые знают ее, она помогала мне делать фильм «Танец бесконечности», и здесь колоссальную роль сыграла и как просто творческий монтажор, и как со-режиссер в этом фильме, потому что колоссальная работа по отбору всего, по монтированию, потому что это особый материал, и представить его, конечно, так, чтобы это вот действительно была настоящая правда, чтобы вот, вы знаете, чтобы не было фальша в том, что вот ты излагаешь, чтобы был объем, чтобы не было никакой вот такой какой-то лакированности или искусственности. И здесь приходится все время вот сверяться с теми людьми, которые тоже в контакте вот с этим, с пульсом жизни, с правдой жизни, и вот эта обратная связь, которую они тебе дают, тоже чрезвычайно важна, поэтому я очень признателен и друзьям и коллегам из Евроказ, которые помогли создать этот фильм, я некоторые имена называл, и, конечно, российской команде, и наследником великого мексиканского композитора Хорхе Рейса, во всем фильме только его музыка, Хорхе Рейса, больше никакой музыки мы не использовали. Это, я считаю, музыка гениальна, она передается на суть традиций жизни Мексики, и, а вот, Свен, Свен, please stand up. Свен один из героев фильма, мы слышали его, да, другие специалисты мексиканской традиции, по юргианской традиции, по сновидениям, и Свен очень многое помог там, ну, по крайней мере, вот мы, благодаря Свену, сняли интервью с Тони Карамом, который был 15 лет учеником Гастанеты, и столь много важного нам рассказал, и Свен возил нас в Ахаке по секретным мексиканским пирамидам. Я также хочу попросить встать Стивена Шмидца, Стивена. Вы знаете его как президент Американской Ассоциации Трансперсональной Психологии, так что он большой друг, я в его доме в Калифорнии жил, и также Стивен работал на меня как оператор, представляете, он снимал интервью, помогал мне интервью с Кеном Билдером, и со многими другими пионерами трансперсональной психологии. Знаменитый Стивен Шмидц работал на меня как оператор. А где у нас Магда и, они ушли уже, да, Магда Салэ, ушли наши знаменитые мексиканские специалисты, Магда Салэ и Жанна Местерс, они здесь на конференции из Барселоны. Мы, благодаря им, я и группа моих людей из студии, мы в этом январе в Мексике побывали и прошлись по тропам Карлоса Кастанеды. Засняли фактуру мексиканскую, которая так необходима для фильма. И, кстати, в этом январе, в конце декабря и в первой половине января, другая поездка будет по дорогам Карлоса Кастанеды, вы можете присоединиться. Но она сделана в основном для студентов, для моих, но места есть. Так что те, кто хочет, могут также побывать в этих мирах Карлоса Кастанеды. Вы там видели фрагментики некоторые, мы были там в Сиерии в городе Марии Сабины, знаменитой мастера-шамана, через которую, в общем-то, началась очень важная революция на Западе, потому что у Марии Сабины побывали Валентина и Гордон Воссон, написали статью об опыте традиционном Марии Сабины. У меня эту статью прочитал Тимоти Лири, ну и, в общем, все пошло, то, что называется психотерическая революция. Так что вот я был и на Марии, и Марии Сабиной, и там с ее приемниками, коллегами тоже познавал мистическую Мексику, что вам тоже рекомендую, кто интересуется. Так что Свен, кстати, и Мария, у них замечательный центр в Оахаке. Свен и Мария имеют огромный тренинг центр в Оахаке. И поэтому они также огромные эксперты в тейтинговых мексиканских традициях. Так что вы можете прийти к ним и спросить их, и они будут share their indigenous experience с мексиканских шаманами. То есть вы можете к ним и с ними познакомиться, они расскажут вам об аутентичных мексиканских шаманах, о своем опыте там. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Да? Подождите, у нас вопрос, а через год примерно появится, если вы будете в тубе через год? Где-то так, да, потому что, ну, сейчас пока вот такая телевизионная история будет. И, ну, я не знаю, может быть там на какие-то фестивали, потому что по условиям пока эта история продолжается, идем в невозможных, значит там все с ним. А на каком канале эти фильмы? Пока не знаю. Я вот покажу фильм по приезде с Агалаевой, да, и мы решим на каком канале. Танис Бесконечности где-то можно? Танис Бесконечности в интернете выложен, в ютубе, в свободной, пожалуйста, просмотре можно. Так, Володя, а что тебя в большей степени удивило, вот из-за того, что рассказчик ты с тобой не говорил, как некоторые тайнеры, что для тебя лично? Ну, меня, вот, конкретизация, во-первых, того, что все персонажи, о которых Кастанеда упоминает, упоминает в своих 12 книгах, а не реально. То есть такие люди были действительно. И Дон Хуан, и Кэрл Тик, и Святая Шабеляра, и так далее. Их встречались, и непосредственно общались. То есть вот это первое, что очень важно, потому что, ну, я сам публиковал вот в серии книг «Миры Карлоса и Кастанеда», в том числе и «Критику Кастанеда». С разных сторон, потому что, ну, мне, как человек, который имеет первое образование научное, я закончил вести, что очень важно, как-то вот с разных сторон объективно объемная картина иметь. Поэтому я тоже свой вклад в это дело отчасти в разоблачении. Я одностороннесть восприятия Кастанеды сделал. И для меня было в то же время очень важно узнать, что, да, Дон Хуан реальный. Да, герои описаны Кастанедой реальными. Да, это о главном. А второе самое важное, то, что уникальность линии Кастанеды, о том, что она питается от линии Шаолини. Вот, что важнейший нагваль, который, как известно, 50 практик в точке сборки, в Лухане, да, он происходит лишь в Шаолинском монастыре. Я вот совсем недавно из Шаолини вернулся, я был там, облазнился, смотрел там, снимал кое-что для фильма, тоже хотелось исследовать. И вот то, что заведительство Тони Карама, который 15 лет был учеником Кастанеды, представляете, 15 лет, который в 7 лет получил печать Дона Хуана в Туле, и благодаря которой его Кастанеда позднее узнал. Так вот, Тони Карам, который в настоящее время президент и основатель Тибетского дома в Мексике, и сам очень видный буддийский учитель буддийской традиции. Ну, например, перед интервью, вот я приехал немножко раньше, мы со Свином приехали, вот Свин нас привез в Тибетский дом, и он давал учение о трех принципах Дараба Дарша, традиции Дзорчан, например. Он в очень близких отношениях со многими великими буддийскими учениями включает Далай-Ламу. То есть, ну, он состоявшийся, очень известный человек, у которого нет никаких мотивации кого-то вводить в заблуждение, говорить какую-то неправду, придумывать. То есть, человек, который говорит то, что действительно он считает происходит, то, что он думает. И вот его свидетельство объемное о Кастанеде, вот всем временем, ее влияние очень важно. Оно для меня было тоже очень-очень важно. Со всех сторон, в объеме, искренне глубокая благодарность, которую он испытывает. И подчеркивание того, что линия Кастанеды уникальна. Никакой другой линии, подобной среди традиционных линий, ацтеки, тальтеки, иньки, нету. И уникальность линии была связана как раз с Нагвалем Луканем. В том, что туда пришла традиция мудрости из буддизма. И он сравнивает открытие Кастанеды с учением о природе Ума, Цокчену, Махамудрия. Говоря о том, что это те же самые вещи. И это объясняет нападки на Кастанеду некоторых критиков, которые говорили, а вот это Кастанеды стиплил у этого тибетского учителя, а это вот у этого мастера цены. Да он, наверное, был на этих учениях или прочитал этой книги, нет? То Никараба объяснил, что это связано с природой самой традицией. Это ее неотъемлемая часть. Поэтому вот это, наверное, тоже очень важное было для меня подтверждение. Также Майкл Мерфи с непроизводительным юмором, тоже великий человек, основатель Института Солен, сам очень известный писатель. У него несколько романов. Он напирался на истории Шива Айрон Сосайди, то есть Клюшки Сосайди общества Шивы, игроки в гольф, короче. И очень изящные параллели о том, как конструироваться реальность. Но мое мнение, конечно, стоит в том, что Костанега уникальный человек для нашего времени, для нашего мира. Его книги — это своего рода уникальные романы воспитания, которые на многих повлияли. И как некоторые герои фильма говорят, ну какая разница? Выдруга — это полная правда, или 70% выдруги — 30% правды. Мы читали эти книги, мы читали книги Пельевина, мы читали книги Толстого, Достоевского, мы читаем латиноамериканские фантастические романы. Они влияют на нас, они вдохновляют нас, они красивы. И мы ту же самую красоту можем найти в мире Костанеда, в его историях. Он побудил миллионы людей начать свой собственный поиск, свой путь. И это уже чрезвычайно важно. Наверное, это для меня. И я попытался немножко, вот как смог, пока вот. Фильм еще не закончил, я вам скажу, еще много работы. Но, по крайней мере, вот такую версию, которую уже можно показать, я показал сегодня. — Браво! — А есть ли сцены после субтитров этого фильма? — Нет, пока нет. Ты даже думаешь, как в «Таинце бесконечности», да? Ну, там что повторяться. Вот будет, ну, я надеюсь, что тоже для многих любопытный фильм. Он может быть не такой простой для восприятия, как «Тайна Карлоса Костанеда». Это вот инструмент эволюции. Это через день, или будет, 21 вечером. Там 21 герой. И там, в моем виде, не того, что такое эволюция. Закон эволюции, эволюционная такая перспектива. И что такое, вот, ну, человек, которого можно назвать эволюционер. Который вот занимается эволюционными практиками. Который серьезно занимается развитием человека и человечества. Вот я, как бы, свое видение и точку зрения в этой конференции, в фильме, изложил. Поэтому я нигде больше в процессе не выступаю. Нигде у меня в программе найдет. Я так организую пространство в основном. Достаточно, мне кажется, того, что я занимаю время в фильме. Кому интересно, посмотрите. И там есть тоже много чего такого, ну, как мне кажется, интересно придуманного. Там есть, ну, формально 21 персонаж, герой. И в меньшем танце бесконечно, поэтому в этом смысле проще будет смотреть, запоминать. Вот, и там есть, ну, другие герои. Вот, там есть чисто трансперсональные герои. Такой обобщенный, это взгляд из космоса на мир. С птичьего полета. Это отрешенность. Постоянно эта тема будет в этом фильме через разные сюжеты, образы проводиться. То есть, воспарить над суетой, взлететь и не быть слишком привязанным. И есть другой герой. Вот это сок жизни, фактура. Символом этого героя является знаменитый эссе Хайдегера о башмаках Ван Гога. Вот эта фактура необычайно красочная, необычайно выразительная фактура самой жизни. И вот в фильме это представлена фактура творчеством, я считаю, величайших, но почему-то до сих пор неизвестных широкому кругу. Братьев Оргенцев. Это в Литве у Капаланги есть их усадьба. И там тысячи удивительных скульптур. Во время советской власти... Они были скульптурами, которые поначалу делали надгробия. Но вот та жизнь, которая через них выражалась, заставила их делать все. Делать языческие скульптуры, буддистские скульптуры, и иранские скульптуры. Как они до этого дошли, непонятно. Во время советской власти десятки самосвалов, в неизвестном направлении увозили их скульптуру. Но того, что осталось, ну, несколько тысяч усадьбе Оргенцев. Мне кажется, это памятник ЮНЕСКО. Почему Литва до сих пор вот этого не показала миру? Но я вот через фильм решил это показать. Вот эту потрясающую духовность в повседневной жизни. Потрясающую фактуру. Вот вы увидите, Оргенцев это тоже герои этого фильма. И там много еще героев. Вообще фильм снят там во многих странах, во многих местах мира. Там тоже такой очень сложный многомерный монтаж. Приходится изобретать новые приемы, когда ты пытаешься передать такие вещи. Приходите, посмотрите. Фильм «Инструменты эволюции» — это где-то час двадцать восемь. Час двадцать пять, наверное, будет. Час двадцать пять. Закончится так же? Нет, нет, там он раньше начнется. Он начнется в 2.30 и заходит, соответственно, в 10. Фильм «Инструменты эволюции» — это где-то час двадцать восемь. Восемь тридцать закончится в десять вечера. Есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо всем. Спокойной ночи. Хорошо. Завтра мы продолжаем. Спасибо.